Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня». С вами я, Елена Косолапова. Тема выпуска будет ситуация на мировом нефтяном рынке в связи с анонсированным новым пакетом европейских санкций против Российской Федерации, который предполагает постепенный эмбарго на российскую нефть. Отмечу, что Россия на сегодняшний день занимает второе место в мире по объемам нефтяного экспорта, и ранее генеральный секретарь УПЕК заявил, что введение санкций против российской нефти могут привести к самому крупному потрясению на мировом нефтяном рынке за всю его историю. Подробнее на эту тему я буду говорить с экспертами. У нас в студии Ахмед Гумбатов, начальник Департамента энергетики и устойчивого развития Института развития и дипломатии Университета Ада. А на видеосвязи с нами находится Асалбек Джакиев, официальный представитель Национальной палаты предпринимателей Казахстана Атамикен по взаимодействию с нефтяными операторами, секретарь Совета по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Петроканцел и Виктор Хайков, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета Минэкономразвития России. Уважаемые эксперты, здравствуйте, большое спасибо, что к нам присоединились. Здравствуйте. Добрый день. Господин Гумбатов, итак, хочу начать с вас. Сегодня Европейский союз анонсировал шестой пакет санкций против Российской Федерации. В частности, он предполагает среди прочих мер эмбарго постепенное на российскую нефть. Тут надо отметить, что Россия обеспечивает примерно 30% потребности Евросоюза в нефти. Сегодня были обсуждения этого пакета, к констенсусу пока не пришли, но, тем не менее, завтра обсуждение продолжится. Вот если все-таки он будет введен в том виде, который планируется, как вы считаете, что это значит в первую очередь для Европы? За счет каких источников он будет размещать российскую нефть? Вообще, насколько это реально? Да, спасибо большое за приглашение в студию. Конечно же, в первую очередь, наверное, для Европейского союза это означает эмбарго, поэтапный эмбарго означает значительные расходы для стран экономики Европейского союза, потому что, значит, все это переориентирование, да, вот этих мощностей, импортов и, соответственно, импортозамещения. То есть, получается, Европейский союз будет переориентировать свои перерабатывающие мощности и принимающие мощности нефтяные для того, чтобы, соответственно, вместо российской нефти завозить нефть из других регионов мира. Это, конечно же, все влечет с собой значительные расходы, логистические расходы, затраты на, соответственно, эти транзакции дополнительные. То есть, это все, конечно, добавляет к стоимости. Плюс, соответственно, эмбарго означает меньше российской нефти на рынке, а это означает, конечно же, ниже, значит, понижает предложение на фоне достаточно высокого спроса, который мы видим сегодня. То есть, это еще больше создаст, скажем так, напряжение. На нефтяном рынке, соответственно, цены еще будут выше подниматься. То есть, что впоследствии, конечно, может еще больше негативно отразиться на экономиках мира, на инфляционном давлении и так далее и тому подобное. А то, что вы говорите, что вот эта эмбарго, оно понизит присутствие российской нефти на рынке. То есть, вы считаете, что Россия не сможет оперативно перенаправить эти потоки на какие-то другие рынки? Я считаю, что Россия может частично, скажем так, перенаправить свои нефтяные мощности, нефтяные потоки. Хочу отметить тот факт, что Россия, сука, производит сегодня примерно 11 миллионов паралей в сутки нефти. Это были данные за март официально Международное агентство по энергетике эти данные публиковало. Сейчас, то есть, очень разные данные говорят, что уже, соответственно, решение европейских столиц уменьшить импорт нефти из России уже негативно сказывается на экспортных мощностях России. И сегодня можно говорить, например, о понижении производства и экспорта на 1-2-3 миллиона баррелей нефти в день. То есть, мы не можем сказать точно, пока данных мы не видели официально, но вот по имеющимся данным, то, что пишут в СМИ, эксперты и так далее нам говорят. То есть, уже частично мы видим, это наблюдается на рынке. Но нужно отметить тот факт, что примерно 2.2 миллиона баррелей нефти, которые Россия экспортирует в Европу, из них значительная часть экспортируется путем трубопроводов. А это будет о том, что переантировать эту часть, которая экспортируется в Европу именно трубопроводным путем, нужно будет с соответствующей инфраструктурой, которой сейчас нет. Плюс, нужно отметить тот факт, что у России, конечно же, нет таких мощностей по переработке и по хранению таких огромных, скажем так, объемов нефти. Поэтому, конечно же, такое переориентирование, такое глобальное переориентирование, скажем так, этих нефтепотоков на те же восточно-азиатские рынки, что, собственно, мы уже видим сейчас, это, конечно, тоже будет такой логистический вызов, но частично. То есть, потихоньку, конечно, зависит уже от скоростей, от темпов, когда все происходит, от цен на нефть, то есть от того, насколько, например, Запад будет, скажем так, вводить санкции и наказывать тех, кто будет, соответственно, покупать и сотрудничать с Россией. То есть, очень много таких нюансов нужно учитывать. Но, в принципе, то есть ограничения имеются, то есть это достаточно такие серьезные вызовы. Но мы видим, тем не менее, то, что России удается, соответственно, перенаправлять часть уже своих экспортных, часть своего экспорта нефти на восточные рынки. Там, знаете, уже были замечания страны Запада по отношению к Индии, по отношению к Китаю тоже. Но эти страны тоже, они очень аккуратно, скажем так, пытаются все это организовать в транзакции, потому что они хотят попасть под, скажем так, какие-то санкции, под такое сильное напряжение со стороны влияния со стороны Соединенных Штатов в данном случае. Но все равно, тем не менее, мы опять же видим из различных источников то, что какие-то транзакции уже реализуются, какие-то объемы реализуются на восточных рынках, в том же Китае, в той же Индии. Так что, опять же, очень много нюансов, если он учитывает. Но, в принципе, такое, то есть заключение будет то, что это будет, скажем так, нелегко. Господин Хайков, я к вам хочу обратиться как к представителю России. Ну, для России экспорт нефти – это очень важный источник дохода. Вот в случае все-таки введения этого нефтяного эмбарго, что это значит для России? Как вы считаете, сможет ли Россия полностью перенаправить, вообще в каком временном промежутке она сможет полностью перенаправить все эти нефтяные потоки в каких-то других направлениях? Или все-таки мы должны ожидать, что добыча нефти на территории России в краткосрочной перспективе будет снижаться, так как просто некуда направить в таком объеме? Да, добрый день, коллеги. Ну, во-первых, я бы все же не говорил о том, что эмбарго будет полностью на всю российскую нефть. Потому что те заявления, которые делают чиновники Евросоюза, это все же политические заявления, которые нужны в том числе для своих, можно сказать, американских кураторов, для населения и так далее. А с реальностью это имеет далеко не полностью отношение, потому что полностью заменить российскую нефть, даже в те обозначенные сроки, которые хочет ввести Евросоюз, допустим, в течение полугода, невозможно. Сегодня уже руководитель ОПЕК достаточно прямо сказал о том, что заместить российскую нефть невозможно. То есть сейчас предложения и спрос на мировом рынке, они, в принципе, сбалансированы. Поэтому если, как коллега до этого сказал, уйдет российская нефть частично, то ее кто-то должен заменить. И заменить ее, по большому счету, сейчас неком. Потому что, если, в принципе, наша нефть с рынка уйдет, потому что предложение на рынке ограничено, и ОПЕК+, скорее всего, будет держать свои соглашения объемов добычи согласно договоренности. Поэтому говорить о том, что российская нефть уйдет в полном объеме, нельзя. Более того, сегодня Евросоюз так и не согласовал те проекты по санкциям, которые планировали. Почему? Потому что как раз некоторые страны Евросоюза, они были категорически против. Потому что если уйдет российская нефть, по большому счету, экономика этих стран остановится. Более того, на самом деле, у большинства стран, кто импортирует российскую нефть, заменить ее практически нечем. И тут важно же понимать то, что заменить нефть, нефть это не то же самое. Ну, нефть, она сама по себе, это просто слово нефть, скажем так. А содержание, химический состав нефти, ее особенности, они отличаются у разных стран, более того, даже у разных месторождений в рамках одной страны. И европейские потребители нефти, ну, в первую очередь, это все же нефтеперерабатывающие заводы, они, многие из них ориентированы именно на российскую нефть. И перенастройка технологическая даже, оборудование на нефть каких-либо других производителей может занять несколько лет и очень большие денежные вливания, которых, соответственно, осуществить будет очень проблематично. Вот, поэтому говорить о том, что, повторюсь, да, наша нефть полностью российская будет замещена, ну, это невозможно. Да, это первое. Второе, вот, частично, конечно, заменить ее можно, вот, и сейчас процесс этот идет, вот, но, как коллега уже до этого было отмечено, то, что российская нефть, если она уйдет из Европы, значит, она пойдет куда-то в другие места, в другие страны, допустим, в Азию, в Индию и так далее, другим потребителям. Вот, а, соответственно, та нефть, которая поступала тем потребителям, она, возможно, пойдет в Европу. То есть получится такой небольшой обмен товаропотоков нефтяных. Но небольшое снижение все же добычи, оно сейчас уже, к сожалению, в России отмечается и связано в том числе как раз с перенастройкой логистики, то есть поиск новых покупателей, согласование условий поставок и так далее, и так далее, и так далее. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда уже эти вопросы будут решены, договоренности будут формализованы, то российская нефть, в принципе, пойдет. И вот очень важный, на самом деле, момент, тоже коллега отметил, то, что нефть поступает же, и основной поток это трубопроводная нефть, а второй, менее уже объемный, это танкерная нефть. Так вот, есть, то есть мы еще не знаем, что на самом деле планируется Евросоюзом, потому что разная информация поступает, и есть информация о том, что именно трубопроводная нефть из ограничений может уйти. И в таком случае это большой проблемой не составит. Но повторюсь, да, то есть, скорее всего, реализация этих ограничений, эмбарго, вряд ли будет в полном объеме, полностью на весь объем российской нефти реализована. Частично возможно, но это частично мы сможем заместить на других рынках. Господин Джекиев, теперь хочу обратиться к вам и с вами поговорить о влиянии всего происходящего, санкций, которые планируются, которые обсуждаются на в целом мировой нефтяной рынок. Для Азербайджана, для Казахстана это отнюдь не праздный вопрос. Нас интересует, что происходит на этом рынке, каковы будут цены, наши экономики напрямую от этого зависят. Вот, как уже сегодня упоминалось, что ранее Генсеку ПЕК говорил о том, что заместить российскую нефть не представляется возможным, и что санкции против нее, они могут привести к самому крупному потрясению на мировом нефтяном рынке. Как вы считаете, вот такая оценка, вы с ней согласны? К чему все вот эти санкции для нефтепроизводителей, нефтеимпортеров могут привести? Я согласен с предыдущим спикером, с Виктором, то, что он говорил, касательно того, что европейские лидеры говорят, что это пока политические заявления, на самом деле заменить российскую нефть это очень сложно. Вот 2021 год, если статистику возьмем, порядка более 500, по-моему, Россия экспортила 540 миллионов тонн, более 500 миллионов тонн нефти в год, и порядка 760 миллиардов кубометров газа 2020. Только вдумайтесь, это очень большое количество нефти, углеводорода, газа, и поэтому просто так, я думаю, глава ОПЕК не будет делать такие заявления, это чревато последствиями. Поэтому здесь важно отметить, что все-таки заменить ее реально нечем, это будет тяжело, тем более она течет с Россией под трубопроводом, это самый дешевый вариант, и здесь, конечно, даже те страны, традиционный Ближний Восток, там сейчас я слышу, что ИНИ пытается с Абжиром тоже качать нефть, но это пока, то есть в планах, в перспективах, но на текущий момент, я и до этого говорил в ваших передачах, что поменять российскую нефть в ближайшей перспективе это невозможно, потому что из-за объемов, из-за привязки трубопроводов к Европе, уже исторически, то, что Советский Союз после России опустроила, то есть целую серию, линию трубопроводов, поэтому в ближайшее время все это будет очень тяжело. Вот Виктор, мой коллега, сказал, что это заявление, это просто заявление, и я считаю так, что относиться к ним очень тяжело. Другое, понятно, вот мой азербайджанский коллега сказал, что на самом деле в краткосрочной перспективе мы видим, что все эти события в Европе, то, что санкции, они повлияли на российскую производство, потому что России, я думаю, пока таких мощностей нет, чтобы переработать на внутреннем рынке, но есть у нас еще и, скажем, азиатские рынки, мы помним, что сделали Индии, первым делом они начали скупать по спотовым целым, подешевле нефть в России. Поэтому я думаю, что то, что сказал глава ОПЕК, оно реально и понимает те возможности, что Ближний Восток законтрактован под Китай, в ближайшее время нет вероятности того, что переключится Европа с Россией. Господин Гумбатов, хочу вернуться к вам. Если смотреть на оценки международных организаций, то за последние полтора года очень быстро сокращались запасы нефти в хранилищах у импортеров. И вот сейчас они находятся на уровне, самым низком, примерно за 10 лет. Но в первую очередь это из-за того, что многие импортеры, в частности Соединенные Штаты, не распечатывали свои резервы для того, чтобы снизить цены на нефть, тем самым выбросить эти объемы на рынок. Как вы считаете, вот такой низкий запас в хранилищах, он несет какие-то риски для рынка? Безусловно, риски присутствуют. Риски как реальные, скажем так, в плане спроса и предложения, так и риски психологические. То есть если учитывать вот это поэтапное эмбарго, которое Европейский Союз вводит против России, то да, конечно же, играя на будущее, то есть мы видим, как психологически тоже может, конечно, скажем так, будоражить, лихорадить энергетические рынки, включая и рынок нефти, безусловно. Но опять же здесь очень много нюансов, потому что, то есть, насколько будут, скажем так, поэтапно вводиться санкции, то есть насколько удастся России находить поэтапно, скажем так, замену, сколько европейцам удастся находить и быстро переориентировать свои мощности, как уже было тоже подмечено предыдущими коллегами. Ну, конечно же, да, то есть говорить о тотальном замещении и вообще, скажем так, избавлении от российской нефти на мировом рынке, ну, это, конечно, абсолютно нереально. То есть, сколько там Россия производит, как я сказал, примерно 11 миллионов баррелей, то есть в марте, это примерно, ну, очень грубо, 10%. То есть, это нужно, получается, за пару месяцев брать 10% всей нефти и прибавить 10% со стороны других регионов. Два главных региона сегодня, это, грубо говоря, это регион ОПЕК, то есть, ну, скажем, особенно Ближний Восток технически, и это сланцевая нефть в Соединенных Штатах, где тоже наблюдается активность. Но, то есть, активность недостаточно высока для того, чтобы говорить о такой тотальной компенсации. То есть, опять же, возвращаясь к предыдущему тезису, я считаю, что частично, скажем так, будет происходить переориентирование мощностей экспортов, и, а также частично Россия будет терять, я считаю, скажем так, экспортные мощности, в принципе, то есть, производство будет падать. Плюс некоторые, скажем так, производственные мощности, старые производственные мощности, будет тяжело уже потом, последствия, скажем так, возродить. То есть, это тоже будет такой негативный, очень, эффект на нефтяную индустрию России. Но, то есть, опять же, говорить о таком глобальном, тотальном, скажем так, избавлении от российской нефти на рынках, я не наблюдаю. То есть, соответственно, это невыгодно и, скажем так, мировой экономике. То есть, очень высокие цены, опять же, инфляционная нагрузка, то есть, мы видим, что происходит сегодня. Даже производители, скажем так, производители компонентов для расширения, для производства землями источники энергии тоже дорожают, потому что детали дорожают, потому что само производство дорожает, импорт, вообще цели, цепочки нарушаются. То есть, это тоже негативно сказывается, на зеленой энергетике. То есть, очень много здесь нюансов, которые тоже нужно учитывать. То есть, например, тоже есть такое мнение, то, что почему сейчас Америка, например, не, скажем так, прессингует Европейский Союз, чтобы европейцы к концу года действительно могли бы избавиться от импортов, тотального импорта российской нефти. Потому что это просто нереально. Плюс они, конечно, хотят, чтобы их европейские коллеги тоже очень сильно страдали, потому что, опять возвращаясь к предыдущим моим комментариям по поводу эффекта, соответственно, этим эмбарго на экономику Европейского Союза, это будет очень дорого стоить. А там тоже сидят люди, которые это понимают, то есть, которым невыгодно, там сидят политики, которым нужно переизбираться, за которых будут голосовать, и высокие цены они очень не радуют. То есть, частично, я тоже здесь соглашусь, но частично, то, что здесь тоже, конечно же, имеется составляющая и политическая составляющая, как в европейских столицах, так и в Америке. То есть, где тоже выборы, соответственно, очень многие негодуют и несчастливы очень высокими ценами на энергоносители. Господин Хайков, к вам вопрос. Вот завтра ожидается очередное заседание ОПЕК+, министерская встреча. Как вы считаете, вот последние события в Евросоюзе, вот то, что анонсированы санкции и так далее, повлияют ли они на решение ОПЕК+, завтра? Или ОПЕК продолжит придерживаться той линии, которую он принял еще летом прошлого года, то есть постепенное увеличение. И, как ранее заявлял Генсек, все вот эти колебания на мировом рынке нефти, они вызваны нефундаментальными причинами. Ну, соответственно, ОПЕК ничего сделать не может и не хочет. Если вы подразумеваете, будет ли изменено в сторону увеличения добычи, то это маловероятно. А вот если говорить по поводу снижения, то, может быть, даже могут рассмотреть и дополнительные снижения относительно тех объемов, которые были обозначены ранее. С чем это связано? С тем, что сейчас в Китае, как основном потребителе, мировом потребителе нефти, разгар коронакризиса. Коронавирус, там идет достаточно серьезная борьба с ним, и Китай провозглашает нулевую толерантность, то есть полностью люди находятся по домам, то есть если регион какой-то попадает, есть обнаружение коронавируса, то, соответственно, там практически вся социальная, ну, социальная точно, а вот экономическая частичная жизнь приостанавливается. И таким образом снижается и потребление нефти, и в мире его нужно меньше нефти. И вот этот фактор уже сейчас влияет на самом деле на оценки мирового рынка. То есть международные энергетические структуры, которые анализируют ситуацию, они говорят о том, что снижение потребления будет именно за счет Китая. И для того, чтобы сбалансировать общий спрос и общее предложение и снижение спроса, возможно, будет даже некая корректировка в сторону понижения код на добычу. Но повышение вряд ли будет, потому что сейчас уже есть определенный небольшой профицит даже на рынке нефти, поэтому дополнительно его увеличивать это нецелесообразно. Ну и опять же, страны, входящие в АПК+, они заинтересованы во-первых, в стабильном рынке, а во-вторых, в достаточно нормальных, приемлемых, или высоких, можно даже сказать, ценах на нефть. Потому что у многих стран большая часть экономики зависит именно от доходов от нефти, и дополнительно допускать нефть на рынок, тем самым повышая предложение, снижая цены, им невыгодно просто экономически. Потому что даже такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, у них есть тоже сложность именно со сведением бюджета доходной и расходной части. Более того, на самом деле, не нужно забывать о том, что когда у нас был разгар коронакризиса в целом мире, отрасль была недоинвестирована. Очень мало было именно инвестиций в разработку, в добычу, в разведку и так далее. Тех инвестиций, которые помогали бы поддерживать уровень добычи. Поэтому сейчас страны, основные добывающие страны сейчас накапливают ресурсы для того, чтобы можно было производить ту самую инвестицию в разработку, в добычу, которая позволит обеспечивать добычу в принципе на перспективе. Поэтому по совокупности этих факторов повышение квоты крайне маловероятно. Скорее всего, оставят те показатели, которые были. Но и есть вероятность, что даже может быть снижение господин Джакеев. Вопрос к вам. Ранее агентство Reuters писало о том, что уже возможно на этой неделе Сенат Соединенных Штатов будет рассматривать законопроект НОПЕК. То есть тот законопроект, который предполагает возможность судебных актов против ОПЕК и стран, которые с ними сотрудничают за ценовой сговор. Как вы считаете, этот законопроект рассматривался уже изучался почти 22 года и до сих пор не был принят? Насколько вероятно, что он будет принят сейчас? И вообще можно ли мы сейчас говорить о ценовом сговоре? Действительно ли он имеет место? Я тоже этот внимательно вопрос изучил, прочитал. И хотел бы сказать, что, конечно, инструменты экополитического шантажа, можно сказать, дубинки и пытается наказать все время кого-то. И я думаю, что это всего лишь такой политический жест, как бы Америка показывает своим другим странам, партнерам, смотрите, что у нас есть возможность кого-то наказать. Но я не думаю, что они ее используют, потому что последние эти годы, 20, почти 2 декады его не использовали и вряд ли используют. Потому что на самом деле нельзя сказать, что есть ценовой сговор. Есть сейчас геополитические риски, есть сейчас, скажем, давайте называть ее своими именами, сейчас происходит в Европе война, и поэтому все как нервно на него реагируют, но на мой взгляд, что здесь какой-то ценовой сговор, вспомним 70-х годов, там Америка всегда критиковала ОПЭК о ценовом каком-то сговоре, поэтому я и которые используют определенные политический эстаблишмент в США с целью надавливать на своих партнеров, но, как еще раз, на мой взгляд, я не думаю, что реализация этого закона, акта, дойдет до каких-то финальных своих результатов. господин Гумбатов, я хочу последний вопрос адресовать к вам, к сожалению, времени осталось мало, поэтому прошу ответить кратко. Как вы считаете, вот этот законопроект, если он будет принят, он как-то повлияет на мировой рынок, вот они пытаются снизить тем самым цены, смогут ли? Знаете, я, наверное, соглашусь с предыдущим мнением по поводу того, что это скорее такой политический конек, то есть, опять же, я уже заявлял ранее, население не очень счастливо ввиду того, что цены, наверное, растут постоянно и в Америке, и в Европе, вот, соответственно, приходится придумывать такого рода, скажем так, популистские лозунги и все это дело, скажем так, сваливать на какие-то внешние факторы, да, в данном случае это страна ОПЕК, вот, но давайте посмотрим на это, скажем так, реалистично, то есть, если представим просто то, что если американцы действительно ведут такого рода санкции, как-то может быть даже, ну, действительно такое может произойти, и по отношению к своим, скажем так, партнерам в Ближнем Востоке, стран ОПЕК и так далее, то есть, ну, это просто, получается, ну, не имеет смысла, это как быстро ли тебе в ногу, потому что, в принципе, американцы и вообще Запад в целом, они заинтересованы, чтобы, наоборот, искать, скажем так, альтернативные источники поставки энергоносителей, в том числе и нефти, то есть, в случае, когда у Запада с Россией, скажем так, не очень, очень мягко говоря, хорошие отношения, соответственно, искать себе дополнительные, скажем так, проблемы и вводить санкции против стран, других стран ОПЕК, это, мне кажется, только усугубит ситуацию и никаким образом не решит, только даже, опять же, усугубит ситуацию, поэтому, реалистично, я просто, ну, не вижу этого, если честно, вот, для меня это тоже, скорее, более такой политический ход для внутреннего потребления, скажем так, вот, ну, в любом случае, конечно же, высокие цены на нефть, если очень коротко, конечно же, для Азербайджана, это хорошие новости, потому что, естественно, значительная часть наших доходов приходится на экспорт нефти и газа, вот, и в данном случае, конечно, Азербайджан не будет наращивать производство нефти, потому что, ну, у нас добыча, она традиционно уже идет вниз, но зато мы можем увеличить производство и экспорт природного газа, а нефть, а цены на нефть, они также влияют, естественно, на цены на природный газ, то есть, высокие цены на нефть будут также хорошо сказываться и на наших доходах, ввиду более высоких цен на произведен экспорт с природного газа, то есть, это если очень-очень коротко. Спасибо большое, уважаемые эксперты, на этом, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, спасибо за интересную беседу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», с вами была я, Елена Косолапова, и в этом выпуске мы говорили о санкциях против российской нефти, которые сегодня были анонсированы Европейским Союзом, и о том, какое влияние они окажут на мировой нефтяной рынок. На мои вопросы отвечали Ахмед Кумбатов, начальник Департамента энергетики и устойчивого развития Института развития и дипломатии Университета АДА, а также Ассалбек Джакиев, официальный представитель Национальной палаты предпринимателей Казахстана Атамикен по взаимодействию с нефтяными операторами, секретарь Совета по развитию стратегических партнерств нефтегазовой отрасли Петроканцел и Виктор Хайков, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член Общественного совета Минэкономразвития России. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Редактор субтитров А.Семкин